Привет, жители Тундры! Я думаю, вы уже наигрались в первоапрельское событие и готовы вернуться к жестким реалиям Вар Тандера. В одном из предыдущих роликов я немного поднимал тему баланса на топах авиации. Так вот, после этого ролика меня прям-таки атаковали предложениями снять что-то про Миг-15 и про Миг-15 бис. А так как в рандоме он себя чувствует достаточно хреново, то атаковали меня очень активно. И ладно, если бы всё ограничилось комментариями под видео, ведь писали и на стримах, кидая донатик с этим предложением. И внутри игры, и даже вконтакте личку атаковали. Короче, недолго думая, я всё-таки решил отснять материал и... отсняли. Сразу про три когда-то более-менее грозных топа и нынче очень даже сосущих в рандоме самолёта. Знаете, могу сказать сразу. Они представляют из себя сейчас такую мини, а может даже и не мини, игру внутри самого Вар Тандера. С охренительным геймплеем, великолепным сюжетом и четырьмя уровнями сложности, про которые мы как раз-таки поговорим с вами. Так вот, если вы выберете... Я самодель. ...то играть вам придётся на Миг-17. Как бы это не совсем логично относительно ветки развития, но... что поделать. Самолёт сам по себе неплохой. Да, когда-то был очень грозным топом, правда потом про него все забыли с какого-то перепугу. Тем не менее, мне даже понравилось на нём играть, чего я уж точно не ожидал. Так как был готов к настоящему трэшу. Но нет, самолёт мне даже чем-то понравился. Что сразу стоит выделить? Максимальная скорость. Среди самолётов 9.0 и 9.3 она чуть ли не самая лучшая. То есть как минимум максималкой вы уже можете дёргать ваших противников. При этом что динамика, что скороподъёмность, увы, не самые лучшие. И у того же Миг-15 бит, судя по ощущениям, да и по цифрам, дела обстоят чуточку лучше. Хотя, блин, вам и этого будет хватать, уж поверьте. Хорошо как минимум то, что самолёт может разогнаться до максималки, а не просто она указана в карточке и ты её никогда здесь не видишь. А вот с управляемостью уже не всё так просто. Тут есть два огромных минуса. Первый, это не самая лучшая управляемость на больших скоростях, причём это относится не только к этому самолёту. А второй, это, мягко говоря, не самый лучший крен, ну или роу, как его привыкли все называть. Зато на средних скоростях, как по мне, самолёт управляется просто идеально. Помогая закрылками и тем же воздушным тормозом, можно перекручивать и сбивать почти любые цели. За исключением каких-нибудь Г-91, а то ранних, поздних, я не беру во внимание, потому что, в принципе, его сбивать можно. А ещё выбешивает то, что при любом повреждении, любой из вот этих трёх самолётов превращается в бревно. Беспомощное, неуправляемое бревно. Блин, в 50%, да каких 50%, в 70%, наверное, процентах, он, скорее всего, даже до филда не дотянет и разобьётся где-нибудь по пути. Так как вооружение у самолётов одно и то же, то обсудим эту тему мы чуть позже, когда перейдём к следующему уровню сложности. А сейчас немного про тактику игры. Как же на нём всё-таки играть, чтобы меньше сливаться? Во-первых, вам нужен всегда запас А. Высоты, Б. Энергии. И к тому же умение сохранять эту энергию и не про... высоту. Хоть, по моему мнению, самолёт и универсален, но со всем этим играться будет гораздо спокойнее, согласитесь. Короче, в начале боя можно даже немного в сторону набрать скорость, высоту, а далее действуем по ситуации. Что сразу я вам не советую делать? Это лезть в свалки. Команды донные, сливаться, да и сосать, в принципе, вы будете по большей части не из-за самолёта, а из-за того, что ось имеет союзников и 70% побед. Так что, залезая в свалку, будьте готовы к тому, что вас, во-первых, никто не прикроет, во-вторых, в этот же момент вам сразу будет садиться на 6 какой-нибудь цель 13. Следовательно, лучше всего атаковать или одиночек, или на скорости вырывать кого-либо как раз-таки из этих свалок. А вот с одиночками можно не церемониться и влезать даже в манёвренный бой. В зависимости от того, сколько энергии будет у вашего противника. Ну и да, перед этим не забудьте посмотреть по сторонам, дабы никто третьим к вам не пристроился. Поиграв какое-то время на изи, вам, естественно, захочется перейти на что-то более сложное, испытать себя, так сказать, поэтому рассмотрим средний уровень сложности. И специально для этого игра предоставит ваше пользование МиГ-15БИС. Самолёт не настолько плох, чтобы обзавестись контактом психотерапевта у себя в телефоне, и не настолько хорош, чтобы снова полюбить War Thunder и не пытаться его удалить, сидя, забившись куда-нибудь в угол. А начнём мы, пожалуй, с плюсов. Первый и самый главный плюс – это динамика и скороподъёмность. Неплохо климбим и неплохо набираем где-то 8 или даже 9 сотен, дальше намного сложнее. На этом плюсы заканчиваются. И мы переходим к недостаткам, которые в целом те же самые, что и МиГ-17, за исключением максимальной скорости, которая тут уже не самая лучшая и в нынешних реалиях вообще не котируется. Так вот, недостатки те же самые, но более ярко выражены, что ли. Просто если там мы имели преимущество сразу по нескольким параметрам, то здесь всего лишь по одному, ну окей, полтора параметра, которыми мы можем похвастаться. Всё, на тех же средних скоростях мы довольно-таки неплохо управляемся. Всё. Если я грешил на Семнашку и то, что она слегка неуклюза на больших скоростях, то здесь самолёт показывает себя ещё более отвратительно. Если я говорю, что там проблемы с креном, то тут будто вам привязали на обе законцовки две тяжеленные гири, которые вы просто не можете сдвинуть с места. И самолёт будет очень заторможенно делать что-либо на скорости где-то 800+. Чуть ниже, там уже всё более-менее нормально. Ну вот 800-900. Блин, ни крена, ни нормального управления. Как бы жить можно, но недолго, к сожалению. Точно. Я же обещал рассказать вам про вооружение. На всех трёх самолётах, повторюсь, вооружение одно и то же. Это две 23-мм пушки с боезапасом 160 снарядов и одна 37-мм с боезапасом 40. Звучит внушительно, но на деле всё очень печально. Во-первых, это баллистика, которой толком-то и нет. Да, 37-мм ещё хоть как-то стреляет, а вот 23-мм пушки дальше, чем на 300 метров, попадать в принципе не могут. Подлетать придётся вам чуть ли не в упор к самолёту и попутно махая рукой пилоту небольшими прокликами пытаться его сбить. Да, боекомплект вам не позволяет стрелять зажимами, поэтому всё очень аккуратно. Экономив максимально, боекомплект стреляет только лишь наверняка. С этим могут возникнуть проблемы, но со временем вы привыкнете, я надеюсь. Скорее всего, кто-нибудь сейчас смотрит этот ролик, чтобы услышать, а как же играть на МиГ-15 бис, дабы меньше сосировать? Никак. У вас два варианта, наверное, даже три варианта. Первый, это не выходить за пределы ангара. Второй, не вылетать с филда, оставаясь на нём. И третий, просто играть в крысу. Сбивать проще зазевавшихся или одиночек. Всё, во всех остальных случаях самолёт, ну, мягко говоря, не актуален. Его характеристик нынче просто-напросто не хватает. Да, находятся скилловики, которые будут вам уверять, мол, он до сих пор эффективный, он до сих пор классный, только нужно уметь играть. Но одно дело, это уметь играть, а другое характеристики самолёта. Хотя я не исключаю и как бы не отрицаю то, что за ту же ось МиГ-15 бис ещё хоть как-то играет, но никогда попадает в команды союзников. Что ж, думаю, вы готовы перейти к последнему уровню сложности. Нам не так интересен настоящий War Thunder, ведь вы все знаете, как он выглядит. Намного интереснее узнать, что же будет ждать нас здесь. И час, и часу я плачу, коли спать лягаю, чтобы забыть все, что в думках сберегаю. Я в цей момент почуваюся дивно. Я прокидаюсь на улице, та на улицу уйду. Неймовірно глибокий в тих рот. Я на весь голос кричу, що коніця. Кажу я, эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-э Я помогаюсь. Боже, мне помогаюсь. Я каждый день помогаю и не отступлю. Я молюсь. Боже, мне я молюсь. Я каждый день молюсь за революцию. Я говорю, чё ты тримаешься в собі? Ховати навчись емоції. Ну а если ты хочешь поддержать канал рублем или повлиять другим каким-либо способом на его развитие, заглядывай в нашу группу вконтакте, ну и также все нужные для тебя ссылки есть в описании.